Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, Отец Назарий. Сегодня мы совершали службу, где вспоминали события усекновения главы Иоанна Крестителя. Описание этого события мы находим в Евангелии, когда был пир в честь дня рождения Ирода Антипы. И на этом пиру перед ним и гостями танцевала дочь его сожительницы, которая настолько угодила своим танцам Ироду, что тот пообещал ей дать все, что она попросит. «Та, по научению своей матери, попросила на блюде голову Иоанна Крестителя, который в то время находился в темнице у Ирода, так как обличал его сожительство. Ирод ради того, чтобы сдержать свою клятву перед гостями, перед сожительницей и дочерью, отправляет своего воина, и тот усекает главой Иоанна Крестителя и переносит на блюде дочери-сожительницы». У меня, как у православного христианина, когда я прочитал этот отрывок Евангелия впервые, возникло внутреннее возмущение. Как такое могло произойти, что величайший из пророков оканчивает свой жизненный путь, находясь где-то в темнице у мелкого местного князя, да еще и принимает от него смерть по такому жалкому поводу, как какой-то пир, ради того, чтобы тот мог сдержать свое слово и представить в таком добром свете, как человек силы, как человек, который держит свое слово ради угоды своей сожительницы. Об этом мы сегодня поговорим с нашим сегодняшним гостем, настоятелем храма в честь Святой Блаженной Матроны Московской, директором некоммерческого фонда «Детский и епархиальный образовательный центр» отцом Дионисием Левиным. Отец Дионисий, здравствуйте. Приветствую, Отец Назарь. Отец Дионисий, ну, сначала хотелось бы узнать, почему Иоанна Крестителя считают величайшим из пророков? Ну, наверное, собственно, в названии кроется, не в названии, прошу прощения, в наименовании его, да, которое до нас дошло, и кроется смысл этого. Именно он сподобился чести быть пророком Ветхого и Нового Завета и символично крестить в реке Иордан нашего Спасителя Господа Иисуса Христа. А почему была необходимость в Иоанне Крестителе, в предтече? Почему Христос не мог просто сразу прийти, но вот должен был прийти особый пророк, особый человек, который бы подготовил иудеев, еврейский народ, к пришествию Мессия? Ну, я думаю, что здесь нет одного ответа на этот вопрос. Здесь целая сеть рассуждений на эту тему. С одной стороны, исполнение пророчеств. Вообще, исполнение пророчеств – это очень интересная мысль. Мы когда говорим об этом, что Христос так сделал, дабы исполнить пророчества, возникает вопрос, зачем были именно такие пророчества. И на этот вопрос найти ответ уже гораздо сложнее. Какие-то поддаются осмыслениям и богословским, но есть какие-то, которые просто неисповедимы пути Господни и не познаны. С Иоанном Крестителем, то есть первый момент – это ветхозаветные пророчества о том, что придет некий предтеча сначала. И здесь еще вот такой момент очень интересный. Я всегда вспоминаю, когда на эту тему разговор заходит, вспоминаю замечательную детскую сказку про мальчика, который, уходя в лес, оставлял за собою белые камушки на дороге, чтобы потом найти выход или его нашли. И еще другая интерпретация этой сказки, что оставлял кусочки хлеба белого. Да, чтобы потом по этим меткам можно было узнать, что это он. Вот представляем себе ситуацию, что сейчас в Самаре объявляется некий человек, который говорит, «Я – Мессия, я пришел вас спасти от греха, открыть двери Царства Небесного, оставляйте все и следуйте за мной». Как поверить ему? Есть чистые сердцем апостолы, которым Христос открывается, и они его принимают чистым сердцем. Но есть абсолютное большинство людей, которые такой возможностью, чистотой сердца не обладают. И им нужны вот эти метки. Им нужно увидеть, что именно об этом Мессии, именно об этом человеке говорили тысячи лет другие люди, пророки, ранее жившие. И именно вот он идет по этим меткам, он исполняет это все, и мы через это узнаем, что вот он. И поэтому вот вся эта история, связанная с крещением в реке Иордан, она же Христу не нужна. Она не нужна ему как Богу, она не нужна ему как человеку, потому что еще нет вот этой необходимости вхождения в церковь через крещение. Она нужна людям, чтобы они узнали, что это он. Вот поэтому, ну вот, первый, второй момент, он заключается вот в этом. Третий, тут можно порассуждать на тему того, что в Израиле до Иоанна Крестителя сколько веков не было пророков, да? То есть было некое молчание, и не посылались Израилю пророки, которые раньше достаточно часто приходили и проповедовали, и говорили о Христе. Тут появляется Анкреститель, как раз вот, чтобы предвозвестить Мессию. Поэтому здесь нужно просто вот смотреть на целую совокупность факторов. По поводу пророчества, очень интересную тему вы затронули, что в этом плане даже иногда слышишь такие обвинения в адрес Бога, что вот раз Бог, значит, изрек какое-то пророчество, что люди впоследствии, которые становятся участниками этих пророчеств и которые совершают какое-то греховное деяние, ну потому что вот это уже давно было предсказано, что они, значит, ответственности не несут, что за это несет ответственность Бог, раз вот Он так все вот представил, что вот все так должно быть в будущем, то все было уже предопределено до этих людей и вместо, скажем так, свободного выбора этих людей, свободной воли, его нет. Ну, конечно, а когда один шахматист знает, да, наперед комбинацию, которую разыграет другой шахматист, да, или продумывает серию ходов, предвосхищая возможные ходы своего противника, он, конечно, заставляет его так ходить, гипнозом, наверное. Знание и предопределение все-таки надо разграничивать. Да, эта тема, на самом деле, очень глубокая, да, мы, надеюсь, как-нибудь порассуждаем о ней. Еще вот вопрос, который иногда возникает в связи с Иоанном Крестителем, были ли у него сомнения в отношении Мессии, потому что мы видим в Евангелии, когда он вопрошает Христа, ты ли, тот. И мы видим, когда ученики следуют за Иоанном Крестителем, и они, ученики Иоанна Крестителя, они сомневаются, за кем идти, за ним или за Христом. Как вот в предании церкви мы находим объяснение вот таких вопросов со стороны Иоанна Претечи. Но, опять же, здесь вот тоже можно порассуждать, задуматься, что он переживал, что он испытывал, находясь в темнице, когда его посадили, когда и даже часть учеников, да, тоже его оставили, не знали, как себя вести. Что внутри переживал этот святой пророк? Честно, я всегда боюсь рассуждений на такие темы, потому что... Потому что священное писание, оно не ставит перед собой задачи написать для нас какой-то там роман с подробностями, да. Наибольшее количество подробностей в Евангелии мы находим у евангелиста Луки, и его две книги даже сравнивают, да, с таким романом-двухтомником. Он очень красиво, поэтично и литературно пишет, но все равно он говорит только о том, о чем нужно сказать. Вот, поэтому я думаю, что то, что церковь донесла до нас через евангелистов, касаемо прихода Христа на реку Иордан... Кстати, мы ведь... Тут тоже отдельно, да, можно говорить о том, что некоторые евангелисты выносят это вообще на первый план. Возьмем евангелиста Иоанна Богослова. Фактически речь идет о том, что идет некий пролог, да, вот этого знаменитого, да, про Бога Слова, да, про Иисуса Христа, что было Слово всегда, что Иисус Христос был всегда, и потом фактически сразу речь о крещении. Кто-то уводит это немного в тень первых событий, связанных с Рождеством Христа, с его родословной. То есть здесь тоже можно об этом рассуждать. Вот, поэтому в любом случае евангелисты пишут только то, что нужно, то, что необходимо, то, что Бога духновенно, не вдаваясь в какие-то другие подробности и детали, которых, безусловно, много было в жизни Христа. Он три года ходил по земле в окружении апостолов, да, там, три с чем-то, и понятно, что было очень много событий, о которых можно было бы написать. Да, но как евангелист пишет, не хватило бы книг, да, описать все это. Значит, поэтому здесь вот я боюсь таких рассуждений, что он думал, что он переживал, а какие у него были мысли и так далее. Что же касается его вот встречи с Христом, его вопросов в адрес Христа, возможно, это, ну, был какой-то естественный его вопрос. Но в том числе, в том числе, это вопрос, который нужен был для людей, стоящих в тот момент рядом, ну, и вообще в целом для людей, да, что это как бы подчеркивание, опять же, личности Христа. Еще раз, почему мы всегда думаем, что Христос ходил всегда по воде, всегда окруженный нетварным светом, да, в громе голоса, облако и всего остального. Это был невысокий человек, не улыбающийся или крайне редко улыбающийся, уставший, запыленный, в пыльной одежде. И, да, есть такая мысль в богословии, что прекрасный вот образ Христа, который мы видим на иконах, да, это немножко греческая традиция, такая эллинская, да, что не может Христос быть изображен не очень красивым внешне. А есть очень такая смелая богословская мысль о том, что Христос как раз-таки был не очень красив внешне. И это в этом подчеркивалась безусловная красота его деяний. Так вот, как человеку, который только что рыбачил, или там похоронил своего отца, или обкрадывал своих соседей, или занимался продажей своего тела, как ему в этот момент последовать за этим человеком? Поэтому я думаю, что здесь вот это вот лишнее подчеркивание о том, что это Христос, о котором говорили пророки, оно очень важно. Вот говоря о таком подчеркивании, говоря о Иоанне Крестителе, и вообще, если мы даже говорим вообще о многих пророках... — Прости, перебью. Иоанну Крестителю было сказано, иди на реку Иордан, да, тебе будет открыто. Вот. И в этот момент на реке Иордан огромное количество разных людей, самых разных людей. Вот. И, конечно, он переспрашивает. Конечно, он переспрашивает Христа, он ли это. — Вот раз мы заговорили о вот таком подчеркивании, великолепных деяний великих. И на самом деле такое подчеркивание замечаешь не только вот в греческой традиции, но вообще, в принципе, даже в житиях, например, святых. Когда ты читаешь жития некоторых преподобных или святителей, то там описываются различные чудеса, различные исцеления, пророчества, которые изрекают эти святые. И человек, новоначальник, который зачастую читает вот такие жития святых, он, как бы, получается, что акцентирует свое внимание именно вот на этом. То есть у него сразу образ святого. Это человека, который, значит, ходит по водам, изрекает пророчества, исцеляет всех людей, и, значит, все может, и силой Божией помогает людям. Но зачастую как раз-таки пропускает другой очень важный момент, как раз-таки путь жертвенности, путь мученичества, путь многочисленных слез, которые проливали и пророки, и святые. В связи с чем вот возникает вопрос, путь служения Богу, путь христианства – это всегда путь мученичества и жертвенности? Действительно, все-таки главный подвиг, который совершили святые, это вот как раз-таки именно подвиг жертвы, это жертвы того, что они посвятили свою жизнь Богу, посвятили свою жизнь и служению людям, так как невозможно, да, любить Бога и не любить людей, да, и не творить добрые дела. Как вот нам это понимать? Потому что вот даже я, например, когда читаю «Житие святых», я вот как бы внутренне даже себя испытываешь, а вот сам ты готов на такую жертвенность? Готов ли ты пролить вот столько слез, сколько пролили эти святые вот в своих трудах? Потому что даже когда читаешь того же апостола Павла, этот человек действительно приложил множество трудов, пролил множество слез, претерпел множество гонений, избиений, страданий, там, кораблекрушений и так далее. Вот путь христианина – это путь таких страданий и такого мученичества всегда или нет? Ну, нет, конечно. Мы находим, можем найти массу примеров другой жизни и другого подвига. Поэтому нет, в обителях Отца Небесного множество, в чертогах Отца Небесного много обителей, по-моему, так фраза звучит, что у Бога много путей спасения для человека. И есть те, кто отказались от мира, есть те, кто прекрасно в этом мире жили, есть те, кто жили бедно, есть те, кто жили богато, есть те, кто много плакали, есть те, кто жили очень радостно, есть те, кто всю свою жизнь посвятили Богу и с младенчества, там, с детства, да, там, воспитывались в христианской традиции, Есть те, кто как разбойник покаялись в последнюю минуту, есть те, кто закончили жизнь мученически, есть те, кто умерли в глубокой старости, окруженные учениками и любящей семьей. Поэтому Господь, Он не смотрит, вписался ли ты в путь, не смотрит, вписался ли ты в прокрустого ложа, где тебя нужно подрезать или подрастянуть. Он смотрит на твое сердце. А с каким сердцем ты жил и с каким сердцем ты умер? И есть те, кто всю свою жизнь, вот это свое сердце несли Богу, есть те, кто как разбойник на кресте в последний момент отдали свое сердце Богу. Главное это только факт отдать сердце Богу. Сыне, дай мне твое сердце. Это главное, что ждет Христос. При этом Он не требует исполнения каких-то рамок и норм. И правил, и требований. Все, что... Ну, тот же апостол Павел говорит, да, мне все позволено, но не все полезно. Просто почему я вот сделал такой акцент на этом? Потому что, когда читаешь предание церковное, то очень много наставлений у отцов как раз-таки посвящено теме покаяния, теме слез, теме внутренней борьбы, которая как раз-таки связана где-то... Есть многие вещи, которые являются следствием, а не причиной. То есть, ну, вот самое простое со слезами. То есть, если ты не плачешь, это что? То есть, ты не христианин или что? То есть, что, да? То есть, возможно, что твое сердце еще не коснулось той глубины, когда слезы покаяния, да, у тебя вот из сердца выходят. Означает ли это, что ты не каешься в этот момент искренне? Означает ли, что ты не желаешь отделаться, там, от своих грехов? Не факт, да? Там то же самое касается, например, значит, молитвы. Да, мы прекрасно понимаем, что молитвенные правила, да, в том виде, в котором оно есть, это лишь некая помощь человеку, вот, и такой костыль для хромого, оттолкнувшись от которого, ты куда-то в конечном итоге самостоятельно должен устремиться, вот. Ну, и множество других примеров можно привести. То есть, тот акцент, который делается в описании, да, жизни святых подвижников и так далее, здесь тоже нужно делать скидку на личность автора, на общую церковную традицию, которая бытовала в тот момент. Отец Дениси, почему после... Мне вспоминают слова иеромонаха Савва Мажука, который называл нас, городских христиан, христианами версии лайт. Что это значит? Ну, это значит, что вот были те, кто, да, проливали под кровь и слезы, а есть те, кто живут в городах, пьют вкусные капучино, там, пишут книжки, записываются на телевидении, ездят на комфортных машинах. Вот, означает ли это, что всем нам закрыт путь в Царствие Небесное, нашей вот этой вот лайт-христианской версии? Вы как думаете? Я думаю, что у Господа много обителей, где, ну, каждый человек будет осужден или оправдан по его личным делам, а не потому, вписался ли он в определенные представления о том, каким должен быть христианин. На самом деле, и в истории церкви-то мы знаем, что в периоды гонений были даже, ну, если можно так сказать, две партии христиан. Одни яростно хотели пострадать за Христа и даже порой как-то вот провоцировали, чтобы принять мученическую кончину. Другие, наоборот, старались жить в тайне, и между ними даже возникали вот споры по этому вопросу. Одни, значит, говорили, вы недостаточно любите и верите во Христа, боитесь. Те, наоборот, других называют, что вы обвиняете на тизме. Ну, и опять же, есть еще понимание, что Господь все-таки желает человеку спасения, обрушить на человека крест, который человек не способен понести. То есть, например, вот вы заговорили про мучения, да? Много ли людей способны претерпеть эти мучения? Много ли людей способны не отречься в этот момент от Христа? Много ли людей способны смотреть на мучения своих детей, как вера, надежда, любовь, и не отречься от Христа? То есть, очевидно, были те, кто способны, и Господь через них являл свою славу и могущество. Но я абсолютно убежден в том, что еще большее количество просто на это не способны, и Господь, будучи милосердным, не обрушивает на них тот крест, который их раздавит, и который они не донесут до Царства Небесного. И в этом смысле мы не должны взбрасывать со счетов просто определенный промысел у Бога о каждом человеке. Да, вот вы вначале сказали про предопределение, да, обмолвились. То есть, предопределения нет, есть промысел, есть промысел, есть понимание у Бога, что вот этот человек с этим справится, а вот тот человек с этим не справится. А дальше каждый человек ищет свой путь. И последний вопрос, отец Дионисий, почему Иоанн Креститель был последним пророком? Почему сейчас больше пророков нет? Потому что, ну, это как бы классика, да, такая, Христос полноту откровения принес вместе с собой. То есть, что нужно еще? Бог пришел во всей полноте. Поэтому, например, пророчество, то есть, если раньше в Древней Церкви до Христа в Ветхом Завете главной задачей было толкование пророчеств, то есть, что делали на собраниях, да, открывали книги и читали, и понимали, о чем здесь идет речь. Сейчас единственную пророческую книгу Нового Завета, это Апокалипсис, Откровение Иоанна Богослова, никто, нигде, никогда не толкует. Ни на службе, ни в собраниях. Потому что Христос принес полноту, а то, что было открыто потом, это на самом деле по-прежнему остается закрытым для нас. Вот, и поэтому и в пророках, как таковой необходимости, нет у христианина. Именно поэтому и есть определенное, ну, это вот, может быть, для всех, да, телезрителей, что нужно быть очень внимательным, если кто-то сегодня называет себя пророком, старцем, человеком, видящим будущее, человеком, готовым тебе что-то открыть. Нужно 10 раз подумать, и, может быть, еще и 11 раз подумать, прежде чем идти к этому человеку. Нужно быть очень внимательным к таким вопросам. Это не исключает того, что Господь может послать кому-то знания о будущем. Но то, что нужна внимательность и осторожность, это факт. Спасибо, отец Дионисий, за добрую беседу. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Увидимся в следующий понедельник в половине восьмого. Ангелы всем хранителя, с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok